Одной из новинок 24-го стало повышение базовой величины. Она напрямую влияет на объём некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов. Ранее сумма насчитывала 37 рублей. Теперь же показатель 40. Самое главное – изменится размер государственной пошлины при обращении в суд. Веский повод не торопится для желающих поскорее развестись. За расторжение первого брака придётся заплатить 160 рублей. Повторного – все 320. Что ещё важно знать? При обращении в суд с имущественными исковыми заявлениями размер минимальной государственной пошлины будет составлять на сегодняшний момент не менее 80 рублей. Также увеличатся ставки и за совершение нотариальных действий, нотариальных тарифов, которые также зависят от размера базовой величины. Ну и, соответственно, удостоверение в завещании, удостоверение договоров также станет несколько дороже. Не менее важные изменения произошли и в сфере начисления выплат по возрасту. Теперь достижение этого порога – не единственный критерий. Для расчёта будут учитывать зарплату за последние 30 лет. В прошлом году подтвердить свой заработок нужно было за 29. Женщины, напомним, на заслуженный отдых уходят в 58 при наличии 20-летнего стажа. Мужчина в 63 с выслугой в 25. Изменилась и увеличилась норма требуемого страхового стажа. То есть, если в 2023 году требовалось 19 лет страхового стажа, то всем гражданам, которые будут обращаться и уже обращаются за назначением пенсии в 2024 году, будет требоваться 19 лет и 6 месяцев. С 1 января оплатить налоги на транспорт, недвижимость и землю можно с помощью единственного имущественного платежа. Такое новшество позволит сэкономить время и не посещать отделение банка несколько раз в процессе разработка программного обеспечения. Уже в октябре 2024 года каждый из нас получит соответствующее уведомление и далее можно будет посредством системы ЕРИП либо через банки оплатить этот платеж единой суммой. Он будет включать все три налога. Выше перечисленные реформы – не единственные изменения в наступившем 2024. Все ноу-хау – запросы современности, так как жизнь не стоит на месте.